О том, какие еще события произошли в городе и районе, смотрите в рубрике «Дайджест муниципальных новостей». В Славянском районе прошел общероссийский день приема граждан. Жители получили возможность напрямую задать интересующие их вопросы представителям органов власти. Лично обратиться к главе района Роману Синеговскому, его заместителям, руководителям городской и сельских администраций смогли и славянцы. Прием граждан по личным вопросам начался в 12 часов и продлился до 20 часов. Для удобства жителей он был организованный в поселениях района. В целом на прием обратилось 15 человек. Вопросы, с которыми пришли жители, касались мер социальной защиты, трудоустройства, благоустройства территории, ремонта дорог и ряда других тем. По большей части обращений, разъяснения и необходимая документальная помощь были даны сразу. Оставшиеся обращения славянцев поставлены на контроль для дальнейшего решения. Состоялось расширенное заседание Краевой антинаркотической комиссии под председательством вице-губернатора Николая Далуды. В заседании приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, представители учреждений образования, здравоохранения, культуры. Во время обсуждения были озвучены результаты деятельности муниципальных антинаркотических комиссий за 11 месяцев 2018 года. Подведены итоги всероссийской акции «Сообщики торгуют смертью». В этом году она проводилась в два этапа в марте и ноябре. По полученной от жителей информации правоохранительными органами Края было выявлено 293 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 55 больше, чем в 2017 году. Возбуждено 225 уголовных дел, в прошлом году их было 156. В ходе совещания участники также обсудили меры по пресечению незаконного оборота наркотических средств, в том числе синтетических. Особое внимание уделили работе средств массовой информации Края, профилактике алкоголизма и наркомании. Одной из основных мер профилактики гриппа остается иммунизация. В последние годы в значительной мере увеличен охват населения профилактическими прививками против гриппа с 35,6% в эпидсезоне 2011-2012 годов до 54% в сезон 2017-2018 годов. Благодаря проведенной широкомасштабной прививочной кампании против гриппа совместно с органами и учреждениями Министерства здравоохранения Краснодарского края, показатели заболеваемости гриппа и ОРВИ среди населения края не превышали среднемноголетних уровней. В Славянском районе в эпидсезон 2018-2019 годов планировалось и привито почти 68 тысяч человек. По иммунизации против гриппа в эпидсезоне 2018-2019 годов планируемые показатели были достигнуты. Случаев гриппа среди населения на данный момент не зарегистрировано. В период проведения предновогодних, новогодних и рождественских праздников повышенным спросом у жителей города и района пользуются пиротехнические изделия в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества. Пиротехнические товары следует приобретать в специализированных магазинах или специализированных отделах стационарных предприятий розничной торговли. Информация о владельце магазина должна размещаться в торговых залах, в доступных для потребителей местах. Особое внимание при покупке данной продукции следует обращать на упаковку товара. Недопустимо приобретать пиротехнические изделия на территории рынков, жилых массивов, с рук, лотков, палаток, автомобилей вне стационарных условиях. Приобретая и используя пиротехнические изделия, будьте предельно бдительны и особо внимательны, соблюдайте технику безопасности. О фактах продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним, а также ненадлежащего качества сообщайте в Управление по торговле и защите прав потребителей по телефону горячей линии 4-21-03.